19 декабря вызвали скорую в 21 06 через полтора часа она приехала дали бы дышать кислородом привезли сказали типовые там легкие проверили все нормально не будем брать и выкинули блять это тащили на четвертый этаж вызвали скорую чеку по тяжелу мешать в итоге скоро его призвал брат сказали извините а вам нахер не нужен ну мы знаем об этом просто доставшили и все и бросили пока я туда доехала пока сын доехал я вообще мысли и смысл его там раньше смотрел ему назначили лечение наградима это выпуска которую назначил врач с крымском но если человеку стало хуже это не к нам мы сейчас просто поедем туда я сейчас вывезли в оборудовании кислорода я нигде не нашла господь положит сейчас если будет фактор на госпитализация мы ничего не сделаем вам мы козлы боевые я напоминаю за вас только на кип но температура я не знаю даже он настолько слабый что я еще ничего не могу сказать вы мне предоставили 7 недель 30 назад достали скоро нам вернее этот врач извините мы тут поговорили с крымском до свидания и так далее кто вы бросили почему вы не понимаете почему они сказали что сюда возвращают домой но они сейчас никого не подозревают они сейчас варши и правильные варши если нужно что и что нужно кислород значит кислород киево дайте скажите где мы поедем и купим его мы не знаем где я мы откуда мы его не продаем мы откуда знаем где мы едем за скорой потому что не знаем куда положить человека которого выписали из больницы с инфекцией в легких нам отказывают в первой горбольнице нам отказывают в инфекции нам отказывают опять в первой горбольнице опять в третьей инфекции отказывают у человека температура 38 но мне нужна точная информация Скорая, которая из третьей инфекции, где вы в третий раз отказали, едет опять в первую горбольницу. Скорая? Да. Я снимаю и скорую, и... И вы направляетесь в первую горбольницу? Да, опять. Я не знаю, что дальше будет. Смотрите, мы можем сейчас по факту принять только на инфекционную больницу номер 3, о том, что вам был отказ на гостерализацию. Да, принимайте. Хорошо, принимайте. Сейчас ездите на городскую больницу, там сейчас вас уже осмотрят врачи. Все, я поняла. Какую-то заявку, типа, хочешь что-то, чтобы бумага какая-то осталась? Я поняла. Да, спасибо большое. Я сегодня сюда заезжаю четвертый раз. 5 утра, бежим, попейся, ну, с***, кругу уже. Вот. Не было якобы никаких симптомов, таких, что нужно госпитализировать. В итоге скорая довезла домой, выбросила практически на улицу. Это город Новороссийск. Дальше вызвали вторую скорую, потому что человек не смог подняться, даже не смог никуда подняться, потому что у него поднялась температура 38. И когда его выписали с двухсторонней пневмонией, мы вызвали вторую скорую. Скорая начала оказывать помощь, он задыхался, привезли в больницу. И вот мы, извините, с нуля часов 30 минут, нас катаются с приемного отделения в инфекционное отделение, с приемного в инфекционное. Вы не наш, пациент. Какие-то рекомендации? Да, да. Нет, нас вот дальше. Все, что у меня есть, я все копии сняла. Заключение сняла и отказ. Что вы делали на руке? Хирург что выдал на руке? Ничего. Вывод. У нас прекрасная медицина и прекрасные люди. Но возникает вопрос, каким образом тогда все это получилось? Как нас всю ночь могли возить туда-обратно? И вы понимаете, если у человека проблемы с легкими, его нельзя переохлаждать. И действия работников скорой помощи и всех остальных могли лишь усугубить то, что происходило. Я хочу, чтобы эти все люди прилетели к ответственности. Врач, который в Крымске выписал. Как так? Как можно выписывать подобное дерьмо? Я не понимаю. Человек не был здоров. Это не может быть за пару часов. И поэтому в скорой, когда его приняли и выкинули, приняли и выкинули, ну, блять, будете отвечать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ